Дорогие друзья, вашему вниманию я предлагаю 3 очень простые закуски на скорую руку из плавленого сырка. Начнем из первой закуски. Яичные блинчики с сюрпризом. Для их приготовления нам понадобится яйца, майонез, соль. Ни в коем случае не кладите молотый перец. Уже в готовом блинчике он будет неаппетитно выглядеть. Поэтому просто солим и все. Яйца и майонез взбиваем до однородного состояния. Солим. Тесто для блинчиков готово. В сковороду наливаем небольшое количество подсолнечного масла. Нагреваем ее на среднем огне. Аккуратно выливаем на сковороду первый блинчик. Формируем его с помощью аполлоника. Скажу сразу, тесто отличается от мучного и работать с ним следует очень аккуратно. Когда блин зарумянился с одной стороны, переворачиваем на другую и обжариваем, пока не подрумянится. Приготовим начинку. В народе ее называют белочка. На мелкую терку измельчаем плавленый сырок. К нему добавляем майонез и чеснок. Размешиваем. Начинка готова. Теперь формируем закуску. Готовый яичный блин разделяем на 4 части. Количество начинки определяйте сами, как вам больше по душе. Количество начинки определяйте сами, как вам больше нравится. Подавать можно с листьями и салатом. Так закуска яичные блинчики с сюрпризом будет выглядеть очень аппетитно. И это блюдо будет настоящим украшением стола. Для приготовления второй закуски нам понадобятся листья салата, плавленый сырок с чесноком и майонезом. Промываем листья салата, отрезаем хвостик, разрезаем пополам и вырезаем срединку. На краешек кладем белочку и аккуратно заворачиваем. При желании можно украсить ягодами калины или клюквы. Закуска разноцветные шарики. Этот вариант по схожести ингредиентов немного напоминает салат белочка. Однако шарики выглядят намного оригинальнее и имеют лучший вкус. Чтобы их приготовить потребуются следующие компоненты. Плавленые сырки измельчаем на мелкой терке. Хочу обратить ваше внимание, что нужно обязательно брать плавленый сырок. Не сырковый продукт. Яйца варим вкрутую и также измельчаем на мелкой терке. Чеснок я предпочитаю измельчать также на терке. Вы можете использовать чесночницу. В полученную массу мы добавляем 1 столовую ложку майонеза. И тщательно все перемешиваем. Излишек майонеза может помешать формировать вам шарик. Поэтому много его класть не нужно. 1 столовой ложки вполне будет достаточно. Я взяла укроп. Мелко порезала, чтобы украсить шарики. Паприку. Обращаю ваше внимание, паприка не острый, красный перец. И зерна кунжута. Вместо зерен кунжута можно взять твердый сыр. Потереть его на мелкой терке. Формируем шарики. Чайной ложкой набираем с горкой. И теперь, как в детстве мы делали из пластилина шарики, таким же образом мы делаем из нашей кашицы шарик. Из полученной массы у меня получилось 14 шариков. Я разделила шарики на три части. И каждую часть я обволакиваю в свой цвет. Первая это у меня зелень. Следующий шарик я макаю в паприку. Она имеет очень приятный аромат. И насыщенный красный цвет. Ну и третий вариант это кунжут. Также окунаем шарик в кунжут, со всех сторон обволакиваем его. Чесночные шарики из плавленого сырка готовы. Эта закуска удивит ваших гостей, но в первую очередь своим видом. Очень ярко, красиво и необычно. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Вот такие совсем необычные закуски из совсем обычных продуктов. Не забудьте подписаться на наш канал. Впереди еще много интересного. Всем приятного аппетита!